Дорога к дому привела их в собственные квартиры. 14 выпускников Нижнекамского детского дома Новый год отпразднуют в долгожданном жилье. Чтобы праздник удался, не хватает самого малого мебели. Родственников у ребят нет, а единственный доход это стипендия. Поэтому столам, стульям и кроватям выпускники детского дома будут очень рады. Новостройка в центре Нижнекамска. Сразу 14 квартир тут получили выпускники Нижнекамского детского дома. Один из них Олег Блохин, ему 19. Считает, что в жизни ему повезло. Он учится на отлично в Нижнекамском нефтехимическом институте. Мечтает стать инженером-механиком. Подарки на Новый год он ждет. Конечно, не от Деда Мороза, а от неравнодушных людей. Там мебель купить в зале. Здесь тоже шкафчики какие-нибудь. Пока планов нет. Естественно, элементарное что-нибудь надо пока. А потом обживемся. По соседству с Олегом живет другая выпускница детского дома Рушиньяки Ямова. Она молодая мама. Одно из предприятий Нижнекамска подарила Лановосерии кровать. Для нее и малышки. Но к ним нужны матрасы и еще мебель. Для того, чтобы квадратные метры стали домом. Что говорить о молодых людях, чуть старше 20 лет, и их возможностях для обустройства своего жилья. Конечно, возникает очень много сложностей. Начиная с того момента, что куда положить свою одежду, где лечь спать, за какой стол сесть, чтобы покушать. Все, кто хочет помочь выпускникам Нижнекамского детского дома обустроиться в новом жилье, могут обратиться в учебное заведение. Дарья Турцева, Мария Матвеева, Ильдус Славатуллин. Вести, Татарстан, Нижнекамск.